Португалия, Лиссабон и мы находимся сейчас в морском, ой, простите, в военном музее в бывшем форте. Как его искать? Он находится около самой известной достопримечательности Лиссабона, это башня Белик. И находится, как видите, где-то в 20-30 минутах ходьбы от него. Ну, надо сказать, что стоимость рекордно низкая, 4 евро стоит вход в военный музей. И вот так выглядят ворота в форт. Заходим, платим 4 евро и... Давно мы были в таком же самом музее в Испании, и он примерно такой же. Что в нем радует? В том, что здесь большое количество техники. Техники для нас немного необычной для русского менталитета, и она вся в прекрасном состоянии. Не воевавшая техника не может быть не в прекрасном состоянии. Бронетранспортер. Я не похвастаюсь, что это за БТР? Ну, выглядит он вот так. Думаю, не надо объяснять, что залазить сюда нельзя, да, русскому человеку? Пошли, пока не видят охрану. Сгоняем. Да, надо сказать, что португальцы, ребята, конечно, низкорослые. Блин, мне тут конкретно, ну, очень незачетно. Значит, смотрите, как выглядит место водителя. Это место пулеметчика. Этот пулеметчик здесь известным местом сидит. А наверх высовывается, чтобы пострелять немножко, поприкалываться. И здесь, в принципе, что здесь есть? Здесь есть скорость и давление масла, насколько я понимаю. Обзорные окна для ведения боевых действий. Непонятно, как они открываются. Скорее всего, они обзорные. Вряд ли они для... А-а-а, не круто. Для ведения боевых действий вот эта штука. То есть сюда мы ставим автоматик, а сюда мы посмотрим, как он стреляет. Это для беспорядочной стрельбы. Здесь, видимо, кассеты для ихних пушек вставленные. Ну, что сказать, если мы будем здесь двигаться, то при движении, как можно видеть, здесь вот просто голова и прям неудобно. То есть салтофончики должны были держаться таким образом, но если я каску надену на голову, то у меня физически нет места. Я не знаю, кто придумал эти бронетранспортеры, но человек должен сидеть пригнувшись. То есть вытянутую на всю голову здесь не очень удобно. Еще одна зачетная игрушка. Не знаю, для каких боевых действий придуман был такой танк. Я думаю, что воровье бы он пугал точно. Не воевавшие Португалии. Куда им до военной техники, глядя на вот такое вот извращение. Не знаю, чем она отличается от нашей 45-ки. Я думаю, что она отличается просто шикарным дизайном. Поворотники, подсветка, тюнинг, то, что надо. А вот как она в бою, я думаю, что они так и не сумели проверить. Так, ну стволы, ладно. Стволы, мне кажется, что очень даже зачетные. Я думаю, они прикольные. Они типа где-то даже воевали, судя по фотографиям. А, ну это была война с верблюдами. Наверное, в каком-нибудь Первомировом. Разгрузка. Разгрузка зачетная. Все, что касается тюнинга и дизайна солдат, конечно же, любой другой армии, наверное, далековато на них. Палатки 905-го года. И здесь мы видим что-то похожее на котелки, наверное, всего мира. Балалайка здесь. А, бурдюк для вина. Без бухлана. Ну точно, в войне никакой не могло быть, согласен. Так, ну что, походная дудка трубить на обед когда-то нужно, согласен. Но, судя по фоткам, да, где-то тоже ребятам повезло повоевать по вояре. Ну что, здесь у нас винтари лежат, штык-нож, больше похожий на саплю. Ну и хороший пулемет по виду, даже очень грозный. Дальше каски. И, судя по каскам, ребята преимущественно воевали у Африки. А, хотя в Португалии тоже, между прочим, не так уж и холодно. Так что понятно, почему у них такие зачетные каски. Ну, ни одной толковой, скажу сразу. Ну, я думаю, что авиация у них тоже была, судя по моделькам. И ее тут много, и она разная. Неселенные вояки. Ну, видимо, все это было. Так, ну техники немного. Танчик и БТРчик. Состояние прикольное. И нравится то, что лазить можно. То есть, детям, я думаю, вот детям здесь будет очень интересно. Ну что, поскольку здесь форт, есть и ветер, есть и ветер, есть замечательные корабельные оружия для защиты. Немножко пробежимся. Мало говорить будем, больше смотреть ветрено. О, как прикольно. Смотрите, калашок. Я так понимаю, что этот террорист выглядит вот именно так. Именно с калашом. Целая, смотрите, корзина. Куча калашей ржавых, смешных, убогих. Базука. И вот эти вот негодяи. Видимо так. То есть, пираты и подлецы, это обязательно с калашами. Судя по стенду, могу шиваться. Ну, внутри форда здесь больше информационный стенд. Без экскурсовода. Никак здесь на русском. И поэтому вы услышите только. Кажется, что можно. Примерно такой экскурс. Ну что ж, ребята, а вот тут не до шуточек. Сами понимаете, если Португалия не воевала, не значит, что она не могла обороняться. За моей спиной, ну, просто монстр оборонительный. Сейчас я вам покажу его. Ну, из хорошего, прекрасный вид на реку Темжу и на башню Белик. Вот здесь можно с хорошим фотоаппаратом снять хорошие фоточки. Видно, нет за мной там. Война войной, а архитектуру тоже надо как-то рассматривать. И отсюда ее неплохо видно. Опять же, не силен я в авиации. Но я думаю, что военность... Она дизайнерски крутая. То они больше работают там на эффект страха, чем на эффективность. Вот мне это кажется почему-то. Ну, из приколов, смотрите, за моей спиной. Это нос самолета Fiat G91. То есть Fiat не только Puma делает, да, эти инвалидные коляски 1.3 с двигателем. Ну, когда-то, когда-то делал и самолеты реактивные. Видите? Вот так выглядел Fiat. Ну, в принципе, если португальцы во время Второй мировой воевали, то воевали бы вот на таких штуках. Три человека экипаж. И, я думаю, по воробьям бы мочил. Легко. Спускаемся здесь в настоящий плац, где новобранцев гоняли. То есть во время войны понятно, чем они занимаются. Войны нету, вперед. Просто здесь так красиво, такая шикарная брусчатка. Я говорю, по дизайну, по кайфу здесь служить, воевать. Да, это гордость. Не то, что, допустим, в Российской Советской Армии. Ну что, экспозиция, посвященная Первой мировой войне в действии. Пробежимся, посмотрим, как была, как выглядела Первая мировая война в картинках и в аксессуарах. Смотрим, как делают для стволов дерево. То есть выпиливается сначала брус такой, 7 на 5, и потом доводится до ума. И получается уже на выходе вот такая штука. Смотрим на вооружение. Вот штыки зачетные, мне кажется, очень даже. Подрыватель. Шпага времен Первой мировой. Ствол. Вот в Испании как-то с этим покруче. В Испании там просто несколько тысяч вот этого. Несколько тысяч. Вот так вот, ребятки, воеваем. Вот прикольная штука. Сразу карабинчик на 3, 4, 5 патронов. Зачетный ствол. И вот такую штуку системы на гамму. Я точно видел такую раньше. Может быть, это от них пошло? Ну, я думаю, что-то не совсем военный. Такой довольно скромненький музейчик. Такой постебаться. Но деткам, пацанчикам здесь будет точно весело, точно прикольно. Но если сравнивать его, допустим, с теми музеями, что я видел в России или что я видел в Испании день и ночь. Это просто так. Одна комната из тех музеев. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Здесь времяпрепровождение солдат. Ребята отдыхали. В этой части готовили паечку. Понятно, в каких условиях жили. Ну, какие были, такие были. Так, здесь мы, что мы уже видели, здесь пошла жара, пошла жара. Значит, смотрите, этот уже контуженный и свободен. Этот доходит, попали в парни. Этот лезет, хочет получить свою порцию патриотизма. И там наверху пошла штыковая. Видите, они поперли. С пулемета строчит пулеметчик. Ну и все в таком духе. Красавцы. Тут настоящие джунгли. Мы попадаем в настоящие джунгли. А воевать-то надо в любых условиях. Вон сверху кто-то бежит. Мы крадемся, никого не трогаем. Джунгли вещь серьезная. Там тоже колючка, мины, растяжки. Все есть. Идем, 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 идем. Но прикольная вот такая анимация. Хотите побывать на войне? Ихт есть у меня. Побываем на войне. Но больше, наверное, все-таки Первую мировую. Я вот уверен, что во Вторую. Вы воевали во Вторую мировую? Нет? Не колется. Воевали в Первую только мировую. Поэтому у вас вот такой патриотизм. А во Вторую дома сидели, пока наши джунгли. В Мессиле вы устраивали. Стыдно, видимо, гаду. Ладно, сиди. А кореш свой где успел-то получить по ощам? Нет, молчат. Не колются. Настоящие, настоящие солдаты. Так. Ох ты. Вот досталось ему. Ситруха, ты давай как-то лечи. Он уже там весь плесенью покрылся. В Португалии, ты знаете, как влажное все. Все в плесени. Запашок тоже, видимо, доходит мужичок. Но все сходится к тому, что патриотизм у них во время Первой мировой закончился. И потом просто начали нормально жить. Зарабатывать бабла начали. Вон валяется трупак. Вот. И все. И правильно. И нефиг воевать. Лучше бы экономику поднимали. И все остальное. Генералы, значит, слушайте мою команду. Штыки в землю. Слышали, да? И начинаем поднимать структуру туризма. Развивать, понимаете? Медалики всякие, там, пирамидки и всякая фигня. По 5 евро вход с туриста. Плюс за паштелью по петлу. Понимаете, о чем я говорю, да? Доходит до тебя? Вот и до этого начало доходить. И заниматься туризмом, это выгоднее, чем воевать. На этом больше можно поднять бабла. Ясно? Давай, подписывайте все и вперед. Вот такая тема у них. Договорились мы с местными. Чувак, скоро домой. Война закончится. Будешь стоять на билетах здесь. По 4 евро народ запускать. Держись. Ну, а теперь о серьезном. Ребят, если у вас есть, как у меня дети, например, и мальчишки, приходите с ними. Я думаю, это прикольно. Нормального мальчишку посмотреть вот на такую лайтовую версию военного музея. Здесь нет ничего такого серьезного. Но просто поприкалываться, я думаю, есть смысл. Поэтому все на сегодня у нас все. Но мы из Лиссабона не уезжаем. И продолжаем вас информировать о том, что можно здесь посмотреть, насколько интересно. Значит, сюда дешево, интересно побегать. Но в безветренную, в бездождливую погоду. Особенно, если у вас есть мальчишки. Все, ребят, пусть решается и подольше, и подальше. На сегодня о Португалии все. Смотрим следующие ролики внизу под описанием. И пробежимся по всем музеям, которые есть в Португалии. Все покажем, все расскажем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok